Когда мы начинаем любой бизнес, не только кооперативный, основа должна быть рентабельность и технология, которую мы выбрали. Потому что, несмотря на то, сколько бы государственной поддержки не предусматривалось и какая бы она ни была, если изначально ваш бизнес не рентабелен, то он никогда не даст эффекта. И государственная поддержка здесь не для того, чтобы помочь вам получить прибыль впрямую, а для того, чтобы снизить ваши инвестиционные затраты. То есть здесь очень много было вопросов, когда корма особенно обсуждали, какие затраты, мучили, что дешевле покупать теленок или свой. То есть вы косвенно считаете свои затраты. И ваш бизнес, он будет эффективен тогда, как быстро они окупятся. Так вот, государственная поддержка, она предназначена не для того, чтобы вы получили прибыль за счет государственной поддержки, а для того, чтобы вы быстрее эти затраты минимизировали, свои затраты. Вы вышли на рентабельность и окупаемость и дальше уже самостоятельно за счет своей рентабельности жили и развивались. Потому что, как показывает практика, вот кто давно работает, да, государственные поддержки, они имеют некое свойство, это как бы экономические законы, да, они даются на какое-то время, именно на старт, на решение какой-то проблемной узкой задачи, для того, чтобы, решив эту задачу, дальше бизнес уже саморазвивался, окупался и так далее. Вот, поэтому на сегодняшний день хотелось бы вот сказать, что вот намечая заниматься кооперацией, вот надо понимать, какую модель вы хотите себе выбрать, да, или вот как у кооператива Развилкина есть крупные якорные там инвесторы, да, партнеры. Это один вид бизнеса, как вот. У песчанокопса Гроснаба они сделали упор больше как бы вот на количество членов, на своих, на свой, так сказать, какой-то потенциал. Озеро совершенно, да, другой опыт, и это именно для тех, кто маленькие, кто те же ЛПХ. Поэтому и вот как правильно взвесив свои силы, каждый нашел в себе ниши, и мы видим достаточно успешно развивающееся предприятие. Вот, но с точки зрения господдержки, каждый из этих кооперативов в своей части и в свое время получил государственную поддержку, кто-то продолжает получать, да. Но если сегодня взять динамику развития нашей господдержки, то гранты на семейные фермы, там, гранты на животноводство, лимиты постепенно сокращаются. Вот, в государственных программах, потому что по анализу и Москвы, и нашему анализу, в принципе, сегодня та задача, которая была поставлена, дать старт определенному количеству хозяйств для развития, да, он выполнен. И сегодня больше государственная поддержка уже нацелена на второй шаг, на кооперацию. Вот, если у нас на следующий год, по сравнению с поддержкой агростартап, поддержка кооперативов возрастает в два раза. То есть сокращается поддержка на выдачу грантов агростартап, но увеличивается поддержка на кооперативы. Это тем самым посыл вам всем, предпринимателям действующим, предпринимателям начинающим, о том, что в дальнейшем, опять-таки, госпрограммы будут строиться для предоставления развития вот этим объединением фермеров. Потому что, как мы видели здесь примеры, три абсолютно разных примера, но их объединяет одно, что развитие эти структуры получили только объединившись для решения какой-то экономической задачи. Да, у каждого своя, свой путь, свои модели, но они стали успешными только объединившись. И вот здесь надо понимать, что сейчас уже, продумывая свои шаги и своих будущих членов, понимать, что как самих членов кооператива в грантовой поддержке будет становиться меньше. И вам уже надо думать над тем, как за счет кооператива помогать своим фермерам развивать свой бизнес. То есть поддержка дается кооперативу, но эта поддержка работает на конкретного члена. То есть про скот мы уже проговорили. Пожалуйста, эта поддержка действует уже до трех лет с 2019 года. И кооператив Развилкина выбрали скот, и Печенокопс брал скот, и озеро у нас брали к субсидию 50% на покупку скота. Вторая составляющая поддержки кооперативов – это техника и оборудование. То, о чем тоже сегодня наши практики говорили. То есть часть той техники и оборудования, которая находится сегодня в этих кооперативах, она приобретена и компенсирована за счет средств государственной поддержки. И третье направление, которое сейчас мы уже с этого года, так сказать, апробировано внедряем – это компенсация кооперативу затрат на закупку у своих членов сельскохозяйственной продукции. Вот Елена Александровна подчеркнула, что сохраняется компенсация затрат за мясо, но она в том случае, если вы сдаете на перерабатывающие предприятия, и сюда как бы сами кооперативы, они не попадают. Вот поддержка, которая сегодня предусмотрена по линии кооператива, предусматривает, что кооператив берет у своих членов, закупает скот, формирует партии для конечного потребителя мясокомбината, и потом уже сдает ваш скот на мясокомбинат целенаправленно. И вот эта операция, когда кооператив закупает у своих членов и не у членов, там можно часть не у членов закупать скот, вот эта закупка скота кооперативу компенсируется до 15%, на сегодняшний день до 15%. И в этом году у нас в пилотном режиме уже один кооператив, мы планируем сейчас до конца года провести эту поддержку, опробировать его, и понять, что надо еще улучшить, усовершенствовать. Но тем не менее, вот такая вот комплексная работа с кооперативом, то есть мы можем компенсировать закупку скота, закупку оборудования, и закупку скота для члена, вы раздали, откормили, оборудование для тех же кормов, о которых мы сегодня говорили, для заготовки кормов, для выращивания кормов. Некие, то есть мы с вами можем в том числе и оборудование для реализации этой продукции компенсировать. И третья часть, это компенсация закупки уже откормленного скота для дальнейшей реализации. Вот здесь уже думая на шаг на два вперед о развитии своего бизнеса, вы должны сегодня понимать, что еще раз уже повторюсь, от грантов уже потихонечку отходит программа, от грантов конкретному фермеру, и больше внимания уделяется именно поддержке кооперативов. Здравствуйте, уважаемые участники заседания. Спасибо за приглашение организаторам. Братухин Алексей Викторович, директор Центра компетенции. Я сейчас два слова скажу о Центре компетенции, а потом Кирилл Игоревич расскажет о типовых ошибках, которые допускают претенденты на господдержку в процессе подготовки документов. Наш Центр компетенции работает с 2018 года. Мы оказываем различные услуги малым сельхозтоваропроизводителям. Это консультационные услуги, это услуги по подготовке и оформлению документов при участии сельхозтоваропроизводителей в конкурсных отборах. На такие поддержки, как агростартап, семейная ферма, грант на развитие материально-технической базы, субсидирование для кооперативов. Кроме этого, у нас есть услуги по привлечению, по содействию с быту и привлечению сельхозтоваропроизводителей к выставочно-ярмарочной деятельности. В 2022 году была проведена работа по популяризации сельхозтоваропроизводителей и производства сельхозпродукции. За истекший период 2022 года нами оказано более 1700 консультаций, в том числе проводилась выездная консультационная работа непосредственно на территориях муниципальных образований. Разработаны информационно-методические материалы по основным поддержкам наиболее востребованным регионам, в том числе обзорная брошюра и памятки. С ними можно в свободном доступе ознакомиться на нашем сайте. Совместно с порталом Агробук подготовлена серия публикаций, направленных на популяризацию сельского образа жизни и производство сельскохозяйственной продукции. Оказаны услуги по подготовке и оформлению документов для участия в грантах 18 претендентам на грант Агростартап, 18 претендентам на грант Семейная ферма и 8 кооперативам, участвующим в субсидии возмещения 50% затрат СПОК. Оказано содействие в регистрации пяти кооперативам в регионе в 2022 году в Белоколитвинском, Сальском, Оксальском и Целинском районах. Если кто-то нас еще не знает, то можно в перерыве подойти, ну и заинтересован в консультационной поддержке, подойти, познакомиться, обменяться контактами. Находимся мы территориально в Ростове-на-Дону, рядом с Минсельхозпродом области на пересечении Красноармейская-Семашка. Что еще сказать? Ну дальше Кирилл Игоревич расскажет про типичные ошибки. И если есть вопросы, готов ответить. Ну давайте уже Кирилл Игоревич, и тогда вместе. Хорошо. Благодарю за внимание. Спасибо. Добрый день. Большое спасибо кооперативу «Восход» за гостеприимство, издательскому дому за приглашение, всем коллегам. Ну, собственно, примите это за комплимент, но я вижу перед собой добровольцев, соучастников, которые попали в кооперативное движение и методом проб и ошибок развиваются. Я не буду там читать лекции по пунктам постановления, просто расскажу вкратце, на чем как бы спотыкаются, делают ошибки, потом их героически исправляют. Ну, собственно, в зале присутствуют кооперативы, которые уже получали господдержку, которые только получили господдержку и не осознали, что это такое, да, и которые только планируют получать. Ну, собственно, все ошибки, ну, можно вкратце разделить на три этапа. Первый – это когда кооператив только планирует участие в господдержке. Как ни удивительно, но на этом этапе уже можно допустить ошибки, если вы не ознакомитесь с нормативными документами правительства, Минсельхозпродаобласти в части целевки. То есть, что можно купить, а если еще проще, то что можно хотеть кооперативу с привлечением господдержки. То есть, очень часто бывает такая ситуация, что в кооператив загорается идеи, единомышленники, они приходят, все довольны, говорят, вот мы купили. И только потом начинают залезать в документы и видеть, что то, что они купили, не проходит по целевке. То есть, купили, хорошо, деньги потратили, теперь нужно купить что-то другое, что можно просубсидировать, но денег уже на это нет. То есть, вот самый первый этап, и сразу же возникают проблемы. Второй этап – это подготовка пакета документов. Ну, если вкратце, самое главное – это найти, кто крайний, кто ответственный за подготовку пакета документов. Ну, как бы это ни звучало странно, потому что кооператив-то – это инициативная группа, и там все начальники. А кто готовит пакет документов, ну, вот и начинаются беготня. То есть, Минсельхозпродобласти, Центр компетенций, Администрация района. Но в конечном итоге вы должны понимать, что даже если это коллективное решение, вы тоже несете за него ответственность. И то, что вы решили воплотить в жизнь и обратиться за поддержкой в Министерство сельского хозяйства, либо какие-то другие программы, вы несете за это ответственность. И говорить, что вот делает бухгалтер, или там экономист, или подруга, родственники, которые готовы, да, там как-то помочь. Но все документы эти подписывает председатель, и в том числе и программа развития утверждается общим собранием. Типовые ошибки на данном этапе подготовка документов, ну, как бы это ни было банально, ну, это там неправильно указали расчетный счет, неправильно указали ННН, там где-то описались, неправильно указали фамилию. Кажется, что это все, ну, просто, да, но на самом деле, когда ты с этими документами бегаешь там 2-3-4 месяца, и глаз замылился, то цена ошибки очень высока. Ну, и третий этап, на котором чаще всего совершаются ошибки, это ваша деятельность после получения господдержки. Ну, давайте вот откровенно, все хотят получить господдержку, не все проходят, но тем, у кого получаются, они на радостях, все, мы получили, дальше работаем так же, как и работали. Нет, ребят, у вас появились обязательства, вы эти обязательства обязаны выполнять. Они прописаны в вашем соглашении о предоставлении гранта или субсидии. Соответственно, не из выполнения этих показателей влечет за собой риск того, что вы можете вернуть поддержку. Пожалуйста, очень внимательно относитесь к своим обязательствам, которые вы на себя приняли. Вы в любой момент можете проконсультироваться у нас, вы в любой момент можете обратиться за разъяснениями в Минсельхозпродобласти. Ну, я ни разу не слышал, чтобы люди, которые обращались с вопросами в министерство или к нам, не получали какого-то ответа. Да, согласен, мы как центр компетенции можем ответить не на все вопросы, но мы тогда спросим у министерства разъяснения для того, чтобы потом эту информацию довести до вас. Соответственно, вот эти три этапа планирования, подготовка пакета документов и ваша деятельность после получения поддержки, ну, она охватывает 99% ошибок, которые вы можете совершить, которые, ну, будем откровенны, совершаете. А какая наша роль в этом? Ну, вот если так вот, да, все плохо, теперь какая наша роль? Мы работаем с 2018 года, консультируем, помогаем готовить пакеты документов, проверяем пакеты документов перед сдачей в Министерство сельского хозяйства. Как уже уточнил Алексей Викторович, мы находимся, ну, если так вот, географически, то буквально через стенку от здания Минсельхозпрода области. Вы в любой момент можете к нам обратиться, хоть по телефону, хоть электронно. Ну, скажу, вот как есть, да, если мы не можем найти ответ на вопрос, мы постараемся найти людей, которые смогут ответить на этот вопрос. Как бы в этом наша цель, наша задача, наша миссия. Ну, просто, судя по тому списку, который я видела, все сельхозтоваропроизводители практически, все уже к нам неоднократно обращались и получали у нас субсидии. В нашем отделе журнодоводства для поддержки мясного скотоводства существует две поддержки. То есть сегодня про одну из них уже говорили, это засданное на переработку мяса крупного рогатого скота. Эта поддержка оказывается на будущий год, тоже она предусмотрена, как и на ближайшие три года. И предварительно мы попросили еще увеличение денег, чтобы на следующий год было уже больше. Также у нас существует поддержка на корову, давшую теленка мясного направления. Тоже уже более пяти лет она оказывается. Благодаря этой поддержке у нас в области за последние четыре года увеличилась на 54% поголовья коров. Как бы эта поддержка тоже предусмотрена на следующий год. В этом, как бы в проекте, тот который сейчас висит на сайте Минсельхоза России, это будет продолжаться. То есть, ну единственное, что скорее всего мы внесем изменения, которые будут, там вот это условие, которое за полугодие давшего теленка, будем просто на корову, которая имеется на 1 января. И платить будем ее, скорее всего, в апреле, потому что требования у нас сейчас такие, чтобы в первом полугодии мы 80% федеральных средств осваивали. Так что, пожалуйста, готовьте, пожалуйста, документы. Приблизительно за первый квартал будем давать. Но еще это пока не точно. Ну, в декабре мы уже будем точно знать. Продолжение следует...